И у меня остаётся последняя тема, она звучит как юмор. Ну, во-первых, если уж я рассказываю про юмор, то даже вот хотя бы из смысла самого слова, а ещё из моих вечных обещаний рассказывать про любой термин аноморфически, ну, надо было бы ожидать, что если уж про юмор я рассказываю, то я смешно буду рассказывать, да, юмористически. Вы сейчас обсмеётесь. Ну, знаете, наверное, у меня так не получится, потому что, как оказывается, тема-то довольно грустная. Почему? Ну, хотя бы мы должны как-то вот какие-то понятия определить, этимологию этого слова рассмотреть. И этимология – это весьма и невесёлое получается. Ну, вот смотрите, да, оказывается, это слово-то у нас, здесь оно написано на латыни, так оно в латынь пришло из греческого, изначально это греческое слово. И оказывается, это влажность, это влага. А о какой тогда влаге идёт речь? Почему у нас юмор – это смешное, а не влажное? Как это понимать? Оказывается, это слово происходит из средневековой медицины, в которую это пришло от древних греков. И есть такая гуморальная теория, теория жидкостей, теория жизненных соков. Дело в том, что когда-то вот эти жизненные соки, которые так гуморами и называются, вот эта тема была сформулирована Гиппократом, первым врачом. И он развил идею, которая восходит к философии одного из древнегреческих философов – Эмпидокла. А Эмпидокл придумал, что вся Вселенная состоит из четырёх элементов. И эти четыре элемента вы хорошо знаете. Земля, воздух, огонь и вода. Если мы вспомним какой-нибудь знаменитый современный фильм «Пятый элемент», то там как раз про эти четыре элемента разговоры идёт. А вроде бы ещё должен быть пятый элемент под названием «Любовь». Но греки знали только четыре. И вот на основании этих представлений Гиппократ формулирует эту теорию жизненных соков. Он говорит, что их всего лишь в нашем организме четыре этих жидкостей. И это кровь, чёрная желчь, жёлтая желчь и слизь. По-другому она называется флегма. Сформулировал он эту теорию. Описал, как, собственно, наш организм функционирует. А другой человек, который тоже был врачом, и он был врачом у императора Марка Аврелия. Звали его Гален. Вот тут у нас как раз в латыни эта теория приходит. И он сформулировал на основании учения о четырёх жизненных соках, он сформулировал учения о четырёх темпераментах. И вы эти четыре темперамента тоже хорошо знаете. Холерик, сангвилик, меланхолик и флегматик. И он сказал, что каждый из жизненных соков, каждый из гуморов определяет нашу психологическую конституцию. Ну, например, сангвинический темперамент, такая, ну, скажем, чрезмерная весёлость, он обусловлен избытком крови. То есть какой жидкости, какого гумора больше всего в нашем организме, такой характер у нас и складывается. Значит, весёлый человек с этой точки зрения – это всего лишь тот, у которого больше крови в организме, чем других жизненных соков. Ну, мы бы сегодня сказали, вот возьмут у него анализ крови, и там будет много красных кровяных телец. Значит, он добрый, хороший, весёлый, и нам лекцию бы про юмор прочёл весёлую, и мы бы смеялись. А попадётся нам флегматик или меланхолик, и лекция будет тупая, упертая, грустная, и мы расплачемся. Флегма – это тоже на нас перейдёт. Ну, хорошо, это древняя архаичная медицинская теория, к юмору не имеющая никакого отношения, и к медицине не имеющая никакого отношения. Ну, просто можно её вспомнить, посмеяться. Да и даже эти темпераменты, которые когда-то там были придуманы Галеном, а потом перешли, кстати, к самому Карлу Густаву Юнгу, и он нам гораздо более подробную классификацию человеческих темпераментов предложил, а потом к его ученику Карлу Леонгарду, и он нам придумал акцентуацию характера личности. Это всё современное, а то, что тогда – это просто некий такой фокус, древний, архаический, и обращать на него внимание особого не нужно. Это ещё, кстати, не всё по поводу этимологии слова «юмор». А может у нас быть такая гипотеза, что, например, другое слово, существующее в русском языке, оно связано с юмором. Мне что-то такое рассказали, анекдот какой-то смешной, и я так смеялся, так смеялся, а потом отсмеялся и говорю «вот умора-то». Ну, умора-то кумора. И что это за умора такая? Откуда она происходит? А не родственное ли это слово с тем же самым происхождением, что и юмор? Вот известно, что слово «юмор» от гумора, от немецкого, из немецкого пришло в русский язык, а ещё оно могло перейти откуда-нибудь через итальянский. И тогда оно вот то же самое, только в другом виде трансформировалось, а мы произносим его и не знаем, что это одно и то же слово, вернее, с одним и тем же происхождением. Оказывается, нет ничего подобного, просто сходное звучание, а слово «умора» происходит от латинского «мори» или «морос», что значит «смерть» или «мор». Слово «мор» присутствует в русском языке, как такая общая смерть. Много людей умерло от болезни, от эпидемии. И вот это слово латинское «мори» – «смерть», оно присутствует в высказывании, которое я тоже здесь неоднократно произносил. «Memento mori» – «помни о смерти», «помни о том, что смерть обязательно наступит». А в русском языке каким-то образом это так переделывалось, трансформировалось, и мы знаем, что вот так бывает смешно, так смешно, что умориться можно просто. Ну хорошо, теперь давайте всё-таки нам нужно… Какие-то шуточки проскальзывают в этой серьёзной теме, давайте всё-таки ограничим себя и произнесём, что же это такое юмор вообще. Оказывается, нам в словаре скажут, что это интеллектуальная способность, именно интеллектуальная, а не какая-либо другая способность подмечать в явлениях и комичные, и смешные стороны. И ещё нам скажут, что это такое особое умение субъекта, то есть человека, мыслящего и противопоставившего себя объекту или окружающего его миру, человека, который умеет в этом объективном, окружающем его подмечать противоречивые стороны. И они бывают иногда такие особенные, что вот это и есть нечто комичное. А тут мы скажем более сложным языком, нечто парадоксальное. То есть вот человек, он умеет подметить эти парадоксы и каким-то образом их так описать, чтобы какому-то другому рассказать. Как правило, когда мы подмечаем это комичное, вот это была интеллектуальная способность, а у нас возникает то, что мы можем назвать эмоциональной реакцией или физиологической реакцией. У нас возникает то, что мы хорошо знаем. У нас может возникнуть смех. Мы будем смеяться по поводу того, что вот кто-то вот что-то такое подметил, нам рассказал, или мы сами это подметили. А смех – это чисто физиологический некий такой процесс, он связан с таким непроизвольным движением мышц лица и нашим дыхательным аппаратом. Это началось, иногда даже это остановить невозможно. Мы это вот смеемся, смеемся, а потом вот она сама эта умора. А еще очень интересное обстоятельство, что смех, он заразителен. То есть если я начал смеяться, то, скорее всего, те люди, которые на меня смотрят, они либо непроизвольно начнут смеяться, либо расспросят меня, почему, собственно, это происходит, и мы начнем это делать вместе. То есть смех – явление социальное. Или элемент коммуникации. Таким образом мы общаемся, мы передаем друг другу эмоции. И это очень интересно, потому что если мы вернемся к юмору и сравним вот эту вот интеллектуальность, и рациональность, и эмоциональность в этом состоянии, то мы поймем, что не только смех коммуникативен и социальный, но и юмор социален. Потому что вряд ли мы, когда мы в одиночестве подметили некоторую подрадоксальность или комичность окружающего мира, вряд ли мы при этом начнем смеяться. Ну, улыбнемся в лучшем случае, но активная эмоциональная реакция у нас возникнет только в том случае, если мы с кем-нибудь это обсудим. Вот я расскажу об этом, я расскажу анекдот, события, подмеченные явления. То есть, оказывается, это такой юмор, это явление социальное и требующее обязательно какого-то подтверждения. Вот эта вот эмоциональная реакция возникнет только когда мы в каком-то сообществе вместе некоторое такое действие произведем.